Десятки разгневанных демонстрантов ждали армянского премьера на территории мемориального комплекса, где должна была состояться церемония по случаю Дня Республики. По традиции, высшее руководство Армении рано утром возлагает цветы к памятнику, но в этом году Никол Пашиня появился гораздо позже. К тому времени толпа противников власти уже покинула комплекс. Лидер протестного движения Баграт Галстаня заявил, что действующий глава правительства больше не имеет никакого отношения к стране, ее символам и памятным датам. Участники акции обвинили Пашиняна в трусости. Люди, которые сегодня не пришли, видимо, у них другая история. Они не хотят в этой истории участвовать, они по-другому эту историю видят. Видимо, их люди в этом сражении проиграли, поэтому они сегодня не пришли. Вот эти люди разделяют всех армян мира. Во время митинга сторонников Галстаняна Пашинян участвовал в другом мероприятии. Оно проходило в резиденции президента Армении Вагна Хачатуряна. Вместе с ним премьер вручил государственные награды сотрудникам ряда ведомств. Тем временем сторонники Пашиняна заподозрили Россию в причастности к массовым акциям. Я всегда говорил, что Россия может пойти на любую провокацию. Не исключаю даже террор. Тем более мы уже сталкивались с российским вмешательством. Правда, нынче возможности Кремля немного ограничены. Да, пять лет назад такое даже представить было невозможно. Сегодня в экономическом плане Россия больше зависит от Армении, чем мы от них. Санкции еще никто не отменял. У Москвы уже нет такого серьезного влияния. Настанет тот день, когда мы полностью избавимся от них. Никакими священниками они никогда не были. Я их называю предателями родины, которые работают на иностранные силы, а те пытаются разрушить страну изнутри. В этих акциях участвуют только граждане, поддерживающие Россию. Они выбрали сторону зла. А некоторых привлекают к митингам за деньги. Кроме того, шайку армянских бандитов привлекли и из самой России. Таких людей вообще не волнует судьба народа. Для них живот важнее. Где же были эти армяне России, когда в стране была война? Тогда же ведь никто не откликнулся. Они хотят и дальше быть марионетками Кремля. Видят Армению губернией России. Протесты с требованием отставки Никола Пашиняна проходят в Ереване уже несколько дней. Демонстранты выступают против делимитации армия на азербайджанской границе. 26 мая на масштабном митинге активисты провозгласили скандального архиепископа Баграта Галстаняна так называемым кандидатом в премьер-министры. Митингующие перекрыли 28 столичных проспектов, улиц и шоссе. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Задержано около 300 человек. МВД Армении сообщило об увольнении сотрудника полиции на фоне потасовок с демонстрантами. Правящая партия все так же заявляет, что никаких внеочередных выборов не планируется, а Галстаняну там рекомендуют не забывать о своем двойном гражданстве и канадском паспорте.